Потрясающая статистика, неукраинская, а американская. Оказывается, в период рождественских праздников, когда миллионы американцев вносятся по магазинам, теперь вдумайтесь в эту цифру, 21 тысяча детей, в среднем ежегодно, 21 тысяча детей в возрасте до 5 лет попадает в больницы с травмами, полученными в результате столкновения с тележками супермаркетов. То есть мы постепенно приходим к тому, что вообще главное в празднике – это мозги мамы и папы. И очень часто неконтролирующие себя взрослые оставляют ребенка один на один с праздником. Потому что и в этом плане один из самых опасных праздников, самый светлый, самый народный, самый наш любимый праздник – Новый год, нередко оказывается самым опасным праздником. Прежде всего, почему? Потому что очень редко бывает детский Новый год. Понимаете? Новый год, в нем активно гуляет папа, мама, и очень часто уже ближе к полуночи папы и мамы в привычном понимании этого слова у ребенка уже нет. Понимаете, да? И ребенок там продолжает праздновать сам по себе и сталкивается с огромным количеством рисков. И знаете, что самое опасное для ребенка на праздничном столе? Объявляем конкурс. Что самое опасное для ребенка на праздничном столе? А ну-ка, девочки, ответь. Алкоголь. 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 Дальше какие еще? Что, где, когда? Режущие предметы. Что еще? А теперь правильный ответ. Нет, самое опасное для маленького ребенка на праздничном столе – это скатерть. Понятно? Потому что он ее тянет, и на него тянется все. Понимаете? Поэтому, ребята, вот скатерть на праздничном столе, где есть ребенок, который головой не достает до верха стола – это преступление. Вот вы понимаете, что сейчас мы с вами… Праздник для нас – это как иллюстрация вашей безопасности. Ну вот, есть страны, где вас лишат родительских прав, если при наличии четырех комфорок на газовой плите, при свободной задней, вы поставите кастрюлю на переднюю. В доме, где есть маленький ребенок. Понимаете? Но вы об этом сейчас, возможно, многие из вас слышат об этом первый раз. Мамы не учили вас этому. Тому, что главное в нашей жизни – безопасность наших детей. И с этих позиций праздник – это очень много нового, необычного, нестандартного, того, с чем ребенок никогда не встречается. Представьте себе элементарную ситуацию. Вот, как вы сказали, где-то нам праздник организуют. И там сплошь и рядом стеклянные двери. И ребенок с разгону бьется головой в эти стеклянные двери. Что должно быть на этих стеклянных дверях? На уровне глаз ребенка должна быть яркая картинка, чтобы ребенок не стучался головой, чтобы он видел, что это стекло, что это дверь. Вот вы пришли куда-то и увидели там стеклянную дверь, на которой картинки нет. Ребята, взяли ребенка и пошли к умным организаторам. Все понятно? Идите куда надо. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!